Всем привет, это Одесса Fashion Channel и я его ведущая Анна Середа. В век высоких технологий астрологические знания перестали быть тайной за семью печатями. Изучать астрологию стало не только интересно и полезно, но и модно, ведь изучение астрологии позволяет достоверно прогнозировать различные события в самых важных сферах вашей деятельности, а значит дает эффективный инструмент планирования бизнеса, личной и общественной жизни. А как постичь эти знания и стать профессиональным астрологом, нам расскажет магистр астропсихологии, выпускница Московской Академии Астрологии, автор книги «Парадигма. Знаков в зодиаках» и представитель филиала Московской Академии Астрологии в Украине Мудренова Зоя Владимировна. Зоя Владимировна, вы на сегодняшний день значимая личность в данной сфере, а с чего все начиналось? Как вы пришли к астрологии и выбрали для себя эту профессию? Мне было очень интересно, знаете, у каждого из нас есть состояние, которое ему комфортно. Вот для меня является комфортным состояние мысли. И астрология для меня это инструмент для достижения состояния мысли. Все очень просто. Мне было интересно думать, но думать о химии, физике, еще о чем-то. Мне было неинтересно, но астрология меня заставляет думать и думать. И мысли приходят очень интересные. И гороскоп свой можно изучать всегда, всю жизнь, он никогда не надоест. Поэтому для меня это вот инструмент достижения того состояния, которое для меня комфортно. Состояние мысли. И всем мыслящим людям советую заниматься астрологией. Чем же занимаются астрологи? Какие социальные функции выполняют, где его знания необходимы и применены? Астрология изучает качество времени. Мы все очень хорошо разбираемся в качестве сыра, колбасы, материала, но очень плохо разбираемся в качестве времени. Я считаю, что астрологию нужно было бы преподавать в школе в старших классах, потому что время бывает удобным для того, чтобы разрушать, и неудобным для того, чтобы созидать. И зная это, вы можете своей жизни и созидать, и разрушать в гармонии с космическими ритмами. Насколько вам лично помогает астрология в личной жизни? Скажите, пожалуйста, я отвечу вопросом на вопрос. Насколько вам помогает в вашей жизни знание правил дорожного движения? Вы, наверное, не переходите улицу на красный свет. Вам это помогает или нет? Более того, я не еду на красный свет. Но вот видите, и не едете на красный свет. То есть вам знание, знаков. Ведь астрология изучает знаки судьбы, расставленные на дороге жизни. И точно так же, как вы читаете дорожные знаки, точно так же астролог читает те знаки, которые расставлены на дороге судьбы. Помогает или нет? Но вы конкретно в случаях каких-то важных событий, вы действительно прибегаете постоянно к астрологическим прогнозам? Конечно. И сколько времени занимает расчет какого-либо прогноза у вас? Две секунды. Гороскоп рассчитывается сейчас на компьютере. Не нужно делать это вручную. Интерпретация занимает уже, конечно, намного больше времени. И зависит от мастерства, от уровня мастерства астролога. Потому что астролог – это тот же переводчик. С языка символов на русский доступный язык. Доступный бытовой язык. Переводчик может быть лучше или хуже. Может быть, каких-то слов не знать или не понимать. Чем лучше вы знаете астрологию, тем лучше вы являетесь переводчика. Вот то же самое. Вы просто переводите с языка символов на русский язык. Астрология в какой-то мере помогает предсказать ход развития того или иного отрезка в жизни. Правильно? Не страшно ли вам на вашем личном отпыте знать то, что будет в будущем? Когда вы выходите в туристический маршрут, вам дают карту маршрута. И вы видите, что вам нужно здесь взять палатку, потому что придется переночевать. А здесь взять резиновые сапоги, потому что нужно будет перейти речку вброд, допустим. Вам не страшно знать, какой у вас маршрут по карте вашей туристический маршрут? Это, безусловно, полезные такие знания. Болезные знания. То же самое и маршрут по жизни. Ваш маршрут по вашей жизни. Это туристический, вот как для туриста маршрутная карта. То же самое для астролога гороскоп, для каждого человека гороскоп. Вы можете увидеть, где у вас могут быть проблемы, в какой сфере, в какую сферу в это время, в этот период. Лучше не вкладывать силы. Лучше, может быть, поберечь силы и в другом месте приложить их. Понимаете? И там вас ждет успех, иначе вы будете биться просто головой о стену, и ничего из этого не получится. А насколько астрологические прогнозы действительно потом совпадают с тем, что происходит в действительности? Вот на лично вашем опыте. На мой взгляд, прогноз считается хорошим, если он исполняется на 70%. Потому что у нас, у каждого из нас есть свободная воля. И человек своим поведением или деланием, либо неделанием чего-то, он может испоганить любой гороскоп, даже самый хороший. Понимаете? Поэтому исполнение прогноза на 70% — это очень хороший прогноз. Ну, исходя из астрологии, да, формирование какой-то дальнейшей судьбы человека происходит еще в момент, допустим, зачатия, рождения, да, развития плода. То, что влияют даже географические координаты его рождения, место его рождения. Ну, а, допустим, существует такая практика, очень модно ездить, рожать за границу, да, вот, например, в Германию. Если человек, будущий человек, да, скажем так, который будет проживать в Украине, и всю беременность матери, он находился на территории Украины, но вот в рождении, в момент своего рождения он был в Германии. Как это тоже влияет на его дальнейшую судьбу? Конечно, влияет. Знаете, у вас настолько вопрос совершенно невежественного в астрологии человека, конечно, влияет. Ведь душа, находясь там, наверху, она выбирает себе родителей. Она выбрала родителей, которые родят его в Германии. Нет, но я имею в виду те факторы, которые там, расположение звёзд, расположение планеты, это всё влияет, и, соответственно, расчёт гороскопа производится, именно указывается там место рождения, там, допустим, координаты, да, место рождения. Ну, как это вот влияет на судьбу человека? Вот если вы начнёте изучать астрологию, я приглашаю, у нас сейчас в Академии проходит набор на следующий учебный год. Пожалуйста, все, кто хотят разобраться во всех вопросах, понимаете, ответ на ваш вопрос требует определённой подготовки с вашей стороны для того, чтобы вы поняли ответ. То есть хотя бы минимальной астрологической подготовки. Поэтому я всем советую получить хотя бы начальные астрологические знания, они никогда не повредят, они всегда будут полезны. И вы сможете для себя, для своих знакомых, для своих друзей, детей, мужей, вы сможете указать, предсказать какое-то благоприятное время для начала каких-то дел. Вы сможете себе что-то посоветовать, вы сможете увидеть себя, потому что мы ведь себя не видим, мы видим себя совершенно не так, как нас видят другие. А астрология, она вам даёт ответ на то, кто вы, кто вы есть, понимаете, на самом деле. И когда я начала изучать астрологию, я смотрела на выроскоп свой и собственный, и говорила себе, это не я, это не может быть, чтобы была я. Но потом пришлось согласиться с звёздами, что да, это действительно я, и эти качества действительно мне присущи. Всё это очень интересно, и ответить на ваш вопрос без вашей подготовки я не смогу. Начните изучать астрологию. Я всем советую получить хотя бы начальное, базовое знание, вот воспользоваться тем, что сейчас идёт набор в Академию. Это филиал заочного отделения я представляю в Одессе, в Украине. Я единственный представитель в Украине, Московской Академии Астрологии. И приглашаю всех желающих поступать в Академию. У нас не очень дорого учиться. В Академии 4 курса, 8 семестров, каждый семестр, стоимость каждого семестра 150 долларов, сроки обучения нерегламентированы и зависят от скорости сдачи контрольных работ. Учатся люди у меня со всей Украины, Киев, Тернополь, Львов, Харьков, более 600 студентов по Украине. В Одессе около 200 человек учатся в Академии. Раз в неделю по программе Академии я читаю лекции, приглашаю всех, пожалуйста, приходите, изучайте. Изучайте в своём гороскопе, вам никогда не будет скучно. Вот, кстати, эти дополнительные лекции, которые ведёте вы, они не являются именно конкретной частью, непосредственной частью образования в Академии. То есть это дополнительное образование? Это дополнительно. Здесь практика, здесь вы приходите со своими вопросами, со своими гороскопами, с гороскопами своих детей, мы их рассматриваем, изучаем, советуем. То есть это уже дополнительные знания, которые не входят в программу обучения. То есть я даю дополнительные знания. А эти занятия, они рассчитаны только на студентов филиала Московской Академии Астрологии? Или же это могут быть люди, которые самостоятельно изучают астрологию? Понимаете, когда я читаю лекции, я ссылаюсь на учебники. Десять книг выдаются на первый семестр. И я ссылаюсь на лекции Михаила Борисовича Левина. Поэтому те, кто не получил учебники, не поступил хотя бы на первый семестр и не имеет этих учебников, им будет не очень понятно то, что я говорю. Понимаете? Потому что хорошо бы взять хотя бы первый семестр, поступить и иметь какую-то базовую основу. Так как сейчас уже идет набор абитуриентов, как можно попасть, как поступить в Московскую Академию, филиал Московской Академии Украины? Связаться со мной, позвонить по телефону 37-79-71. Можно позвонить на мобильный 063-10-44-955. Профессия астролога в Украине внесена в официальный реестр профессий? Да, в каталоге профессий Украины под номером 5151 числится профессия астролога. Есть такая профессия. Вы знаете, независимо от того числится она или не числится, астрологи востребованы в профессии, особенно если это хороший астролог. Хорошие астрологи, знаете, я вот никогда не рекламирую себя как консультирующего астролога, несмотря на то, что я достаточно много консультирую. Почему не рекламирую? Потому что у меня хватает клиентов. У меня запись на полтора-два месяца вперед. Я не беру людей, если уж вот просто так с улицы. То есть только те, кто приходит учиться, студенты Академии, те, возможно, могут попасть на мою консультацию, личную, индивидуальную консультацию. И так я просто не успеваю проконсультировать все головы. Московская Академия Астрологии. Предметы, которые изучаются там, это только астрология, либо же есть еще какие-то дисциплины, которые нас прагивают? Есть факультет нумерологии, есть факультет физиогномики, есть факультет хиромантии, есть факультет парологии. То есть все эзотерические науки преподают в Академии Астрологии. Небольшие знания у меня есть в каждой из этих наук, но все-таки я донос как астролог. Но, тем не менее, для интересующихся у нас проходят семинары по всем этим дисциплинам. И студенты Академии, конечно, имеют возможность изучать и нумерологию, и физиогномику, и хиромантию, и терологию, если у них есть такое желание. И то есть на сегодняшний день выпускники Московской Академии получают сертифицированный диплом по этим специальностям? Конечно, это диплом Московской Академии Астрологии, он выдается после защиты диплома и присваивается степень бакалавра астропсихологии. Первые два курса в Академии изучается астропсихология, характер человека, потому что характер – это судьба, которая разворачивается во времени. В зависимости от того, какой у вас характер, такой и будет ваша судьба. Следующий, третий и четвертый курс изучается предсказательная астрология на основе астропсихологии. Потом, после окончания Академии, выпускники, где они могут себя реализовать, кроме каких-то личных консультаций, которые они могут предоставлять всем желающим? В каких еще сферах они могут себя задействовать с этими знаниями и с этим дипломом? В зависимости от того, чем астролог будет заниматься. Если он будет заниматься медицинской астрологией, пожалуйста, он может задействовать себя в этой области. Если бизнес астрологии, то он в этой области сможет себя задействовать. В зависимости от того направления, которое астролог для себя выберет. Редактор субтитров А.Семкин